В начале данного крутого видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Ляджин. Парень очень старается, у него очень качественный, очень крутой канал, потому что, ребята, можете сами заметить, очень крутое оформление, очень крутые превьюшки, и само видео очень крутое, поэтому, пожалуйста, перейдите, подпишитесь, потому что парню надо набрать тысячу подписчиков, вот даже я подписался. Ссылка на этот крутой канал есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня я вам расскажу, как же я начал играть в Блокстрайк. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка, потому что это нетипичное видео для моего канала, и надеюсь, что вы его позитивно воспримите и поставите мне большой лайк, потому что, ребята, именно благодаря вашим лайкам я буду снимать гораздо больше подобных разговорных видео. Ну что ж, а мы начинаем. Дело было более полугода назад, я снимал видео по Майнкрафт ПЕ, то есть, если вы не знаете, ребята, у меня даже оформление осталось старое, я снимал Майнкрафт ПЕ, да-да, я снимал такие зашкварные видео, снимал обзоры серверов и так далее, хотя я их и сейчас снимаю, но, ребята, если вы заметите, то сейчас они выходят гораздо реже. Всё продолжалось до одного момента, пока и вам, и мне не надоел Майнкрафт ПЕ. Да-да, ребята, я вообще чаще и чаще в комментариях слышал фразы типа, кентуха, давай снимать другие игры, и я, ребята, понял, что Майнкрафт ПЕ умер. Я же думал, что же мне снимать. Конечно же, я как наивный ютубер думал, ну, сейчас буду хайпить. Я, ребята, пересмотрел всё всяких ютуберов типа Лерой и Катайна, и решил снимать подобные видео. Но, к сожалению, это была моя самая большая ошибка, потому что благодаря этим видео, которые я снимал, ну, это всякие хайповые видео, типа, знаете, школьник нашёл 3000 рублей на улице и так далее, ну, вот это всякие хайповые видео. Да, ребята, активность на канале у меня поднялась, но я понял одно но, что эта тематика мне не нравится, потому что я просто снимаю инфоповоды, и, по сути, моей творческой составляющей тут нет. Я просто рассказываю какой-то инфоповод. Вообще никакого таланта для этого не надо, и поэтому я, ребята, решил, что, к сожалению, хайп это не моё. Не, ну, конечно, хайп это моё, имеется в виду инфоповоды хайповые, это не моё. Дальше было самое интересное. Мои подписчики разделились на два лагеря. Первый лагерь говорил, кентуха, давай Майнкрафт ПЕ. А второй лагерь говорил, кентуха, давай инфоповоды. И тут, ребята, я понял, что мне не нравятся ни Майнкрафт ПЕ, ни инфоповоды. Но я, ребята, прекрасно понимал, что если я не буду снимать вообще никаких видео, то обо мне просто забудут. И поэтому я начал активно на ютубе искать разные игры, которые можно было бы записать и которые мне бы нравились. Это самое-самое главное, потому что я не знаю, как другие ютуберы, но я не могу снимать то, что не нравится мне. Я не могу говорить вам, допустим, что это классная игра, что это классное обновление. И в то же время я ненавижу эту игру. Ребята, это не про меня, потому что я снимаю только то, что мне нравится. Что же было дальше? Дальше я увидел новое видео на канале Волли. Да-да, это мой братишка, мы с ним давно общаемся. Кому интересно, я знаю Волли с трёх тысяч подписчиков. Мы с ним активно общаемся, мы с ним дружим. Это мой братишка. Я смотрю, у него вышло видео, игра Block Strike. Я думал, что это какое-то рекламное видео, думаю, ну ладно, посмотрю. Я посмотрел и смотрю, это смесь Майнкрафта и смесь какой-то CSGO. И самое главное, что после просмотра этого видео, я скачал эту игру, и она мне понравилась, и я в неё играл. Я скажу так, ребята, что это было очень классно, очень круто. Я примерно, не знаю, дня, наверное, два просто залипал, играл. И потом уже я решил снять видео под названием Minecraft плюс CSGO равно Block Strike. Что это наподобие этого? Я снял видео, и самое-самое главное, что это видео понравилось вам. Для меня это был большой шаг вперёд, потому что эта игра нравилась и мне, и вам. И самое главное, я получал удовольствие от того, что я снимаю, и получал удовольствие от игры в Block Strike. Ну и до сих пор получаю. После того, как я снял первое видео по Block Strike, мне написал в ВК какой-то парень. Он говорит, кентуха, я уже не играю в эту игру, я тебе хочу подарить свой аккаунт 65 уровня. Я такой, стопэ, ты серьёзно? Он такой, да, без проблем, я не играю, держи. Скинул мне все необходимые данные, я зашёл, я играл, вообще всё было круто. Я даже снял видео по поводу этого. На этом аккаунте были все керамбиты, на этом аккаунте были все оружия и так далее. Но, ребята, к сожалению, потом в будущем этот парень поменял пароль, и этого аккаунта у меня уже нет. Если вы помните, у меня был аккаунт под именем Toxic. Вот, к сожалению, этот аккаунт у меня пропал, потому что тот парень, который мне дал и подарил аккаунт, он просто меня кинул и поменял пароль. Я помню, что это видео буквально за пару дней набрало что-то около 5000 просмотров. Для меня это был хороший показатель, потому что тогда у меня видео набирали примерно по 3000 просмотров. Ну, набрало 5000 просмотров видео, которое называлось «У меня 65 уровень», если что, для справки, сейчас на нём уже 30 тысяч просмотров. Далее я снял самое популярное видео на моём канале, под названием «Как бесплатно получить керамбит». Я, ребята, наверное, один из немногих людей, который снял это видео не ради хайпа, а потому что меня по-настоящему разыграл друг. Кто его не смотрел, обязательно посмотрите, и тогда вы поймёте, о чём идёт речь. Вроде рассказал всё, надеюсь, что вам моя история показалась интересной. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, если вы впервые на моём канале, ну, мало ли, кто-то впервые зашёл, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Мне будет, ребята, очень приятно. Так что жду от вас лайков, жду от вас подписок, потому что если будет хороший актив, то тогда я обязательно сниму ещё одно разговорное видео. Ну что ж, с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!